Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники отдела надзорной деятельности. Лицензирование детских садов, школ, муниципальных и частных объектов, работа с населением. Список служебных обязанностей инспекторов ОНД весьма широк. Накануне праздника в одном из рейдов по брошенному жилью побывал и мой коллега Кирилл Мигель. Ему слово. Заваленные проходы, выбитые стекла, обгоревшая крыша. Этот дом на магистральный давно сгорел, но в нем по-прежнему кипит жизнь. Не только бомжи посещают, то есть лица безопределенного места жительства, посещают также подростки, молодежь, которая любит собираться, играть здесь, играть со спичками, разводить костры. И довольно-таки, так как здесь тоже у нас вокруг находятся жилые здания, то есть люди живут, это составляет очень большую угрозу. А вот и первый постоялец. Лишь присутствие инспектора заставило мужчину затушить сигарету. Как он объяснил сам, на руинах постройки он не проживает. Его привели сюда в деликатные обстоятельства. У нас город такой маленький, да? А где-нибудь туалет здесь? Ну извините, сюда нельзя. Вот вы сами, извините. Туалет есть дома, так-то. Дома? Нет у меня дома. Ну вон там есть лес. Ну что лес? Из-за у меня панус. За вторым примером долго идти не пришлось. В соседнем подъезде сотрудника ОНД и нашу съемочную группу весьма радушно встретил еще один обитатель. Медь насобирал. Ага, сейчас пойду в дом. Пожарать что-нибудь куплю. Все, что в силах сделать сотрудник отдела надзорной деятельности, вручить человеку памятку и попросить освободить помещение. В случае отказа вызвать наряд полиции. Вот и все санкции. Единственный выход, говорят проверяющие, долгостои сносить. В адрес администрации направляются письма. Больше от нас тоже ничего не зависит. Это уже решает администрация сносить его. То есть это и в их компетенции. А наши только ввести надзор над ними, дабы избежать каких-либо эксцессов. К слову сказать, на одно из таких писем руководство города уже отреагировало. Еще на днях на улице Школьной красовалась точно такая же развалюха. Сегодня от нее не осталось и фундамента. А вот в поселке Атахагеологии картина прямо противоположная. На расстоянии всего в несколько метров друг от друга два заброшенных общежития. Первое, зеленого цвета, совсем недавно расселили. То, что выкрашено в красный, сгорело еще лет 10 назад. Благо, говорит пожарный, только единожды. Здесь также и котельная есть, также насаждения какие-никакие. То есть в случае чего это все может привести к плачевым последствиям. Чуть поудаль – расселенная деревяшка. Излюбленное место для игр детей со всей округи. И подобных ей по всему городу – десятки. Следить за тем, чтобы в один прекрасный момент все это бесхозное добро не полыхнуло синим пламенем. И есть работа отдела надзорной деятельности. И, судя по всему, выполняется она на совесть. Кирилл Мигель, Анатолий Пресеч. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова